Вот такие баклажанчики у нас пожарились, вкусненькие, красивенькие, румяненькие, без кожицы. Без кожицы, теперь можно будет делать бутербродики. Полный пакет у меня морковки. Вроде бы неплохая морковка. Послогодняя? Да. Она эта, вон, видишь, какая хорошая морковка. Я ее сейчас наложу в кастрюлю и сварю ее, и скормлю курочком, гусиком, бройлером. И они ее с удовольствием покруют, потому что уже свежая морковка наросла. А старую мы вот скармливаем птичкам, скармливаем животным. Морковка хорошая еще. Морковка хорошая. Всем привет-привет, добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня хотим устроить баню. Сейчас мама попросила, чтобы она немножко кончики волос подровняла, сеченые постригла. И покрасила мне голову. Будем топить баню, на улице у нас похолодало, поэтому душ сегодня не пойдет, только баня. Поэтому у нас сегодня красочно-подстригальный день. Так что вот такие вот дела. Девчонки, всем большой привет. Рада, что вы ко мне заглянули. У меня, как обычно, видео записывается одного дня, а озвучка происходит именно этого видео намного-намного позже. Я уже, конечно же, дома. Но видео еще выходят с опозданием. Даже в комментариях люди, зрители мои, зашли в заблуждение, что как бы школа идет. А я еще до сих пор у мамы. Девочки видео выходят с запозданием, потому что она снимала их там много. И так, выпускаю уже, тороплюсь каждый день. По два видео в день, как бы нерентабельно выпускать решила каждый день, но по одному видео. Поэтому я уже давным-давно дома. У меня дети пошли 1 сентября, как и все дети, в школу. Не переживайте, мы дома все хорошо. Просто видео немножечко такие запоздавшие уже, знаете, такие прям последние уже прям несколько видео осталось. И все, уже возвращаемся мы сюда домой уже. Так что, девочки, усаживаемся поудобнее и желаю вам приятного-приятного просмотра. Поехали! Сели стричься, а ножницы никто не взял. Не я не взяла, понадеялась на маму. Мама понадеялась на меня. В итоге ножницы никто не взял. Уже намочила мама мне волос. Немножечко, прям вот столечко, как кончики, попросила состричь. Сегодня с утра голову мыла, получается голова чистая. Сейчас на чистую голову будем краситься. А что делать? Завтра сборы, послезавтра выдвигаемся домой уже. Сегодня Диму забрали от бабушки. Не хотел выезжать, говорит, еще хочу там погостить. Но все, уже время поджимает, нужно уже скоро будет выдвигаться. Сегодня у нас банный день. А это значит, что покрасочный и постригальный день тоже. Решила я, попросила маму немножечко состричь кончики волос. И, конечно же, следом покрасить волосы, так как сегодня баня. Обычно, когда красим голову, всегда обязательно нужна баня, потому что смывать много воды. И нужно горячей водой, но как бы такой, да, чтобы хорошо промыть голову. В общем-то, решили мы сегодня заняться таким делом. На улице похолодало, поэтому баню смело растопили. Теперь уже в такую погоду, знаете, я могу помыться в бане. Летом жарой я в бане не могу мыться. Жару вообще не переношу. Долго мы с мамой думали, где бы нам сесть, где бы нам постригаться, где бы нам покраситься. Сначала хотели в доме. Потом все-таки решили, зачем разводить этот мусор, эту грязь в доме, если есть летняя кухня, как мама ее называет, летняшка. Так что мы прибежали сюда в летняшку со всеми своими причиндалами. Ножницы изначально забыли, мама потом сбегала, их принесла. В общем-то, вот такая вот история. Смотрите, девочки, попросила я маму срезать буквально кончики, а она мне отрезала, ну, как всегда, в принципе. Знаете, я помню такой случай, я училась в 10 или в 11 классе. В 10. У меня были волосы, так, знаете, уже прям по лопатке, ниже даже. Уже даже, наверное, даже не по лопатке, уже даже ближе к поясу были длинные очень волосы. И я тоже маме говорю, мам, постриги мне кончики. Она говорит, сейчас без разговора, то есть я села, она меня чекрыжила, 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 чекрыжила. И в итоге, девочки, я встаю, у меня волосы под коре. Вот так мне мама отрезала кончики. Ну, конечно, я не сильно-то расстраивалась, не сильно-то там не плакала, не истерила, ничего. Но просто я теперь уже знаю с тех вот времен, что если мам попросить подровнять кончики, это ожидает того, что волосы срезаются на сантиметров 10, так. Ну, ладно. В этот раз мне тоже так же обрезала. Ну, ладно, думаю, мне они сильно длинные, знаете, уже как-то не модные. Я так думаю, зачем мне не мешают эти длинные волосы. Тяжело их расчесывать. И, во-первых, они очень сильно вылазить начали. То ли осень, то ли не знаю, что, в общем-то. Поэтому мне не жалко их, что мне мама их постригла. В общем, отстригла, ровняла, ровняла. Теперь сразу мы развели краску. И теперь она мне сейчас покрасит голову. Похожу я минут 45 с покрашенной, с намазанной головой. И потом уже побегу в баню смывать эту всю краску. Девочки, мы профессионально не учились красить волосы. Как умеем, так и красим. Просто как-то раз вышло у меня видео, как я красила волосы, столько посыпалась комментариев. Да я неправильно, да я не так, да я не это, да надо затылка. Знаете, как умеем, так и красим. Нам нормально, мы так привыкли, нас так все устраивает. Субтитры сделал DimaTorzok Все, пришла я с бани. Что-то краска моя особо не взяла мне. Сидим, но не закрасила. Вот так мама мне постригла коротко. Уже немножко отошла после бани. Такая жара в бане, вообще ужас. Ну, пока так похожу. Чем попозже немного, еще покрашусь уже сама. Субтитры сделал DimaTorzok